доброе утро дорогие мои восьмиклассники я рада вас чувствовать потому что видеть я вас пока не могу но надеюсь что вы меня все видите и с радостью вспоминаете наши уроки не грустите очень скоро настоящий эксперимент окажется в ваших руках сегодня для урока вам конечно надо приготовить несколько дополнительных учебных предметов таких как белый лист бумаги но наша обязательно рабочая тетрадь мы с вами будем сегодня вспоминать то что мы изучали будем изучать новые определенные параметры вы же помните наш кабинет и помните прекрасный бюст удивительного русского ученого энциклопедиста михаила васильевича ванагуса который благословил нас на изучение уникальной науки химии поэтому мы с вами так спокойно и радостно сегодня будем заниматься продолжением изучения теории электролитической диссоциации до сегодняшнего урока вы узнали что такое электролиты как они диссоциируют на ионы и научились записывать уравнение ионных реакций для оксидов кислот и основания и вот сегодня мы с вами изучаем следующую новую тему итак тема нашего сегодняшнего урока соли в свете теории электролитической диссоциации вы помните что в начале учебного года мы с вами знакомились с классами веществ и тогда давали определение что соли у нас состоят из металлов и кислотных остатков теперь это определение мы делаем более научным соли это электролиты диссоциирующие на положительные ионы металла и отрицательные ионы кислотного остатка перед вами пример диссоциации солей надеюсь вы понимаете что так распадаются на ионы только растворимые соли обязательно держите перед собой табличку растворимости и находите там формулы данных веществ хлорид натрия диссоциирует на катион натрия и анион хлора хлорид кальция на катион кальция и анион хлора все соли диссоциируют на катионы металлов за исключением солей аммония у которых положительным ионом является ион аммония с точки зрения классификации мы с вами остановимся сегодня на одном моменте это на растворимости солей помним что соли делятся на растворимые малорастворимые и нерастворимые электролитами являются только растворимые соли и малорастворимые соли если в результате любых химических реакций образуются нерастворимые соли или они являются исходными веществами мы никогда не будем записывать их в виде ионов посмотрите пожалуйста на страничку 190 ваших рабочих тетрадей которые я вам предложила открыть и приготовить в начале урока вы видите классификацию солей с левой стороны столбик говорит о средних солях средние соли посмотрите ребята образуются путем замещения всех атомов водорода в молекулах кислот на кис на ионы металлов смотрите пожалуйста азотная кислота и нитрат меди атомы меди заместили все атомы водорода посмотрите нитрит аммония и азотистая кислота вспоминаем что если азот проявляет высшую степень окисления плюс 5 то суффикс название от если азот в азотистой кислоте проявляет степень окисления плюс 3 то суффикс в названии соли id под такое же правило попадают соли серной кислоты сульфат натрия и сульфид цинка а вот сероводородная кислота и соляная кислота это бинарное соединение поэтому в названиях солей у них суффикс id сульфид меди 2 и хлорид меди кремниевая кислота нерастворимая единственная из всех кислот тем не менее у ней тоже есть соли силикат бария и наконец соли угольной кислоты называются карбонаты карбонат лития еще раз обращаю внимание средние соли это соли которые состоят из ионов металлов и кислотных остатков а какие же соли бывают еще посмотрите на правый листочек перед вами кислые соли смотрите ребята для какой цели я вывела в верхнюю строку вот эти кислоты азотную азотистую и соляную и посмотрите внимательно на кислоты правом столбике я думаю вы догадались что строке все кислоты содержат один атом водорода один атом водорода содержит и все кислые соли кислые соли образуются путем неполного замещения атомов водорода в кислоте на металл то есть серной кислоте 1 ион натрия заменить заменили на натрий а второй ион водорода остался простите 1 ион водорода заменили на натрий а второй ион водорода остался то же самое мы видим с вами в сернистой кислоте 1 ион водорода заменили на цинк 2 остался в формуле аналогичный результат вы видите ниже но вот фосфорная кислота имеет три атома водорода или три иона водорода поэтому она может образовывать два вида кислых солей если в составе кислых солей только один ион водорода входит состав кислотного остатка то мы добавляем префикс гидро гидро сульфат натрия гидро сульфид цинка гидро сульфид меди гидро фосфат калия но если у нас составе соли 2 иона водорода входит состав кислотного остатка то тогда мы добавляем еще один префикс ди что означает 2 ди гидро фосфат калия ну и гидрокарбонат лития заключает список кислых солей при диссоциации кислых солей ребята изменений нет всегда идет диссоциация на ион металла и кислотного остатка просто здесь кислотном остатке присутствует ион водорода уважаемые ребята вы конечно понимаете что химия это наука о нашем мире и поэтому в нашем мире очень много таких веществ которые мы изучаем это соль посмотрите пожалуйста перед вами морской коралл перед вами морская раковина и перед вами удивительный минерал который называется пустынная роза он найден на дне одного из морей все эти минералы соли карбонат и кальция а вот этот минерал красного цвета это хлорид кальция калия простите или сельвинин который вот в таком виде находится в природе ну а у нас в лаборатории вы видите целую группу разноцветных прекрасных солей розовые соли кобальта голубые соли меди синие соли тоже меди оранжевые желтые соли хрома зеленые соли никеля все эти вещества помогают нам познавать на ухи и так химические свойства солей мы начнем с одной из главных реакций которая происходит между солями и кислотами хлорид бария это растворимая соль прозрачного цвета наливаем и добавим хлориду бария серную кислоту вы видите признак реакции выпадение белого осадка признак химической реакции определяет проходит ли реакция до конца возьмем с вами другой прозрачный раствор карбонат натрия я наливаю больше чем вы всегда для того чтобы вам было лучше видно а вы же помните что вы наливать можете только 1 миллилитр и добавим карбонату натрия соляную кислоту прошу смотрите внимательно реакция идет очень быстро признак этой реакции вы наверно все там в голос сказали выделение газа чтобы определить запах газа мы легкими движениями направляем к себе поток газа запаха нет выделяемый газ не имеет ни цвета ни запаха это один из признаков химической реакции между солями и кислотами напоминаю вам что любая соль как растворимая так и нерастворимая вступает в реакцию с кислотой посмотрим как же вступают в реакцию соли со щелочами проверку нальем хлорид меди 2 раствор голубого цвета добавим необходимое количество гидроксида натрия гидроксид натрия щелочь мы видим с вами образование более ярко голубого осадка это признак реакции выпадение осадка в результате этой реакции обязательно должен образоваться осадок или она не пойдет аналогичная реакция протекает и между раствором хлорида железа 3 это соль бурого цвета хлорид железа 3 и гидроксид натрия посмотрите мы тоже видим образование осадка но он как то очень быстро исчезает вот на это мы обратим внимание когда немножко побольше узнаем химию потому что гидроксид железа 3 непростое основание именно он выпал в осадок а если мы возьмем соль железа 2 соль железа 2 имеет менее окрашенный слабо такой желтоватый цвет раствора и при добавлении щелочи мы видим выпадение зеленого осадка и так я обращаю ваше внимание что гидроксид железа 3 имеет бурый цвет или красно-коричневый а гидроксид железа 2 зеленый а возможно ли химические реакции протекающие между солями и щелочами которые проходят с выделением газа да ребята это возможно единственный йон который образуется щелочью газ это йон аммония в пробирку нальем растворимую прозрачную бесцветную соль хлорида аммония и добавим гидроксид натрия мы с вами не видим никакого признака и увидеть его достаточно трудно необходимо нагреть данную пробирку приготовим с вами спиртовку поправим фитилек подожжем аккуратненько обратите внимание как закрепляется пробирка в верхней части обязательно прогреваем очень аккуратно несколько раз в верхней части пламени и и затем греем в одном месте для того чтобы доказать выделение этого газа мы смочим ребята универсальный индикатор универсальный индикатор изменяет свой цвет в разных средах мы можем даже не видеть легкий газ который здесь выделяется но если мы поднесем к отверстию пробирки наш бумажку желтого цвета небольшие пузырьки газа мы конечно видим но это вижу я а вы ребята можете это не видеть и мы видим что у нас край бумаги окрасился в синий цвет синий цвет говорит о том что среда щелочная почему же изменила цвет достаточно нам мы все доказали аккуратно закрываем и ставим в спиртовочку легкий запах аммиака мы можем сейчас услышать посмотрите ребята вот здесь на шкале мы с вами видим нейтральный цвет ph равно 7 соответственно с цветом бумаги и видите да ph 8 совпадает у нас это слабо щелочная среда потому что аммиак соединился с водой на поверхности бумаги и образовал щелочную среду вот выделение газа это также один из признаков реакции между щелочью и кислотой и солью простите взаимодействует ли соли с металлами давайте попробуем ответить на этот вопрос известная вам соль сульфат меди 2 с которой вы работали не один раз и вот такой красивый блестящий гвоздь я его специально очень хорошо зачистила реакция это требует ребята некоторого времени но примерно минутки полторы в это время мы с вами можем посмотреть на табличку растворимости именно на электрохимический ряд напряжения поставлю и потом вам покажу посмотрите пожалуйста ряд активности металлов электрохимический ряд напряжения правило следующее если металл а у нас это было железо стоит впереди металла в составе соли а это у нас медь то железо вытесняет медь из раствора соли если же мы наоборот возьмем раствор соли железо и опустим кусочек меди реакция не пройдет вот это правило вы должны использовать если вы записываете уравнение реакции между металлом и солью то главная подсказка к вам для вас это электрохимический ряд напряжений давайте посмотрим на результат опыта получился ли у нас эксперимент достанем гвоздик и пожалуйста мы видим что поверхность гвоздя покрылась красным налетом чистейшей меди железо вытеснила медь из раствора соли если бы мы подержали эти два компонента вместе то к утру у нас был цвет раствора стал именно вот таким потому что все ионы меди заменились бы на ионы железа ну и последнее свойство соли это их реакции друг с другом вот здесь ребята вам надо быть крайне внимательны потому что друг с другом вступают в реакцию только растворимые соли мы налили в проверку йогид калия прозрачный раствор и добавим к нему нитрат свинца посмотрите это тоже прозрачный раствор совершенно два неокрашенных раствора и мы видим прекрасный осадок йогид свинца его еще называют золотые кристаллы это очень красивый раствор вернее осадок который образуется при взаимодействии двух веществ если добавить избыток то мы просто получим ярко-желтый но наша задача именно увидеть осадок что кроме осадка остались еще ионы которые образуют прозрачную часть раствора а теперь рассмотрим с вами на уравнение химических реакций которые характеризуют свойства свойства солей запомнить очень легко используя простую рифму с чем соль соединяется то и получается если к соли прибавляется кислота то образуется новая соль и новая кислота для данного свойства соль может быть растворимой и нерастворимой после написания уравнения мы расставляем коэффициенты делаете вы это достаточно быстро и затем как всегда все нерастворимые вещества мы записываем в виде ионов не забываем если есть индекс то мы ставим его вперед посмотрите пожалуйста аж два два катиона водорода но если индекс есть составе кислотного остатка он приклеен кислороду он не имеет отношения ко всему иону поэтому мы его никогда не переносим не забывайте что в зарядах ионов сначала ставится цифра а затем знак и мы видим что в правой части уравнения сульфат бария выпадает в осадок тот самый белый осад который вы видели полное ионное уравнение отражает все ионы и нерастворимые вещества в краткое ионное уравнение вы записываете только те ионы которые участвовали в образовании признака реакции в данном случае выпадение осадка 2 реакция позволяет нам привести пример реакции с выделением газа карбонат натрия вступает в реакцию с двумя молекулами соляной кислоты с образованием хлорида натрия и выделением углекислого газа без цвета и без запаха в чем мы убедились на эксперименте и опять ребята посмотрите в полном ионном уравнении мы с вами записываем индексы впереди ионов индекс кислотного остатка оставляем на месте коэффициенты перед веществами относятся каждому иону будьте пожалуйста внимательны и не теряйте коэффициенты вода и газообразные вещества на ионы не диссоциируют я думаю что краткое ионное уравнение вы напишите сами здесь повторяются только ионы натрия которые и ионы хлора которые в краткое ионное уравнение мы с вами переписывать не будем теперь посмотрим на реакцию со щелочами и вновь у нас но только растворимая соль со щелочью с образованием новой соли и нового основания в данном случае при взаимодействии гидроксида натрия и сульфата меди-2 образуется сульфат натрия и ярко-голубой осадок гидроксида меди-2 в полном ионном уравнении мы с вами записываем все растворимые вещества в виде ионов двоечку перед гидроксидом натрия ставим перед катионом натрия и перед анионом гидроксогруппы посмотрите пожалуйста внимательно двоечку в растворимом сульфате натрия ставим перед катионом натрия а гидроксид меди-2 мы оставляем без изменений это полное ионное уравнение знак осадка у нас показан не забудьте пометить цвет ярко-голубой и здесь мы в краткое ионное уравнение не будем переносить катионы натрия мы видим они повторяются и сульфат ионы внимательно посмотрим на второй пример возможно он покажется вам сложным потому что это непривычно видеть вместо металла ион аммония ион аммония имеет положительный заряд и так же как металл он меняется с другим металлом местами в результате образуется хлорид натрия вода и бесцветный газ с резким запахом аммиак в ионном уравнении ион аммония имеет положительный заряд хлорид ион отрицательный здесь нет коэффициентов поэтому уравнение полное ионное не представляет для вас я надеюсь никакой сложности оставляем воду и аммиак без диссоциации в краткое ионное уравнение так как уравнение более сложное я вам его показываю мы видим что катион аммония вступает в реакцию с анионом гидрокса группы с образованием воды и молекулы аммиака следующее свойство это взаимодействие солей с металлами и вновь здесь участвуют в реакции только растворимые соли и образуется новая соль и металл менее активный о чем я вам говорила электрохимический ряд напряжений главной инструкции для написания таких реакций данная реакция относится к реакциям замещения железо замещает менее активную медь вытесняя ее из раствора и мы видели с вами что гвоздь покрылся красным налетом простые вещества как все вы помните не имеют зарядов поэтому вместо заряда иона мы пишем нолик простое вещество железо взаимодействует с растворимым сульфатом меди 2 и образуется вот у нас мы видим простое вещество смотрите ребята где я сделала ошибку совершенно верно я не поставила здесь нолик такие ошибки делать нельзя из данного полного ионного уравнения мы формируем краткое ионное как видите здесь у меня ошибки нет нолик стоит на месте в кратком ионном уравнении показывает нам что котел атомы железа вступают в реакцию с катионом и меди с образованием катионов железа 2 и чистой меди металлической в осадке следующая реакция это реакция растворимой соли с растворимой солью но вам уже понятно рифму я думаю вы запомнили с чем соль соединяется то и получается образуется две новых соли но одна из них должна быть в осадке это как раз те золотые кристаллы йодида свинца которые вы наблюдали посмотрите ребята внимательно на молекулярное уравнение это реакция обмена калий и свинец в виде ионов поменялись местами исходные соли растворимы мы пишем их в виде осадка два катиона калия плюс два йодида иона вступают в реакцию с нитратом свинца свинец катион зарядом 2 плюс и два нитрата иона с зарядом минус в результате реакции образуется растворимая соль поэтому мы опять пишем два катиона калия два нитрата иона а наш красивый желтый осадок мы оставляем в виде стрелочки и на йоны его не расписываем в кратком йонном уравнении остаются только йоны йода и свинца мы видим что йоны калия нитрат йоны в реакции не участвует краткое йонное уравнение отражает сущность химической реакции таким образом ребята мы с вами рассмотрели все уравнения реакции в йонном виде давайте теперь немножечко обратим внимание на взаимосвязь всех классов мы знаем с вами что классы веществ это оксиды кислоты основания и соли соли это самое сложное по составу вещества и вы видите синяя стрелочка эта стрелочка которая идет по генетическому ряду металла из оксида металла можно получить гидроксид и можно получить соль но у вас тетрадочках есть задание когда вы на основе формул соли должны построить формулу основания и формулу оксида вот здесь очень важно ребята расставить степени окисления кальций плюс 2 и поэтому во всех соединениях будет кальций плюс 2 с металлами попроще а вот с кислотным остатком посложнее надо знать четко степень окисления кислотного остатка но вы же помните что из степени окисления кислотного остатка определяется количеством атомов водорода а если мы посчитаем положительный заряд водорода плюс 1 умножаем на 3 будет плюс 3 кислород минус 2 на 4 минус 8 разница плюс 5 следовательно фосфор у нас будет плюс 5 соответственно и оксид фосфора мы составим зная что фосфор плюс 5 кислород минус 2 наименьшее кратное 10 и у нас получается формула p2o5 я предлагаю вам назвать эти вещества и надеюсь что вы в тетради выполните все очень хорошо ну и консультации мы с вами обязательно организуем надеюсь мы найдем для этого способ всего вам доброго я прощаюсь с вами на сегодня